Мы в Москву приехали сообщить о том, что у нас собираются якобы добывать никель. Мы протестуем активно против этого в течение нескольких месяцев. Но это замалчивается. Мы хотим, чтобы об нас все узнали. Потому что идут многотысячные, десятки тысяч митингов, которые собирают десятки тысяч людей. А местные, значит, не местные, а СМИ, которые центральные, просто делают вид, что такое тем не существует. А почему только сейчас приехали? Кстати, откуда? С Брисоглебска. Новохоперск. Новохоперск. Урюпинск. Урюпинск. Новоанинск. Волгоградская область. А почему только сейчас приехали? Потому что марш миллионов из одной мести и мы приехали. Потому что мы проводили митинги с мая месяца. Брисоглебск, Новохоперск, Анна. Это все Воронежская область. Урюпинск, это Волгоградская область. И, значит, люди выходят. А нашим выстоящим, так сказать, начальникам, властям, типа, ну, не буду выражаться нецензурно. Все, ну, все равно, типа. Только одни обещания, отмазки и все остальное. Мы тоже якобы не допустим о конкретных действиях никаких. Подключились казаки. Вот 9-го числа, сентября этого года, на место еландского, ну, которого, месторождение, где якобы будут копать. Хотя мы не допустим этого, я так думаю. Потому что приехали казаки. Стаброполь, Москва, Новочеркасск и еще много. Ленинградск, Ростов, Санкт-Петербург. Порядка 300 человек. И эта вся информация есть в группе «Зеленая лента», которая, значит, в «Контакте» и в «Одноклассниках». И вообще есть очень много групп против никеля. А вы считаете, что марш миллионов поможет решить ваши проблемы? Да, потому что, и однозначно думаю, да, поэтому мы приехали. И хотело больше приехать людей. Потому что мы привели с собой всю информацию, листовки, плакаты, чтобы, значит, вместе с вами, с москвичами, со всей страной, показать всей стране, что нам нифига, никто не помогает особо из состоящих. А вы больше не боитесь протестовать? Да мы, во-первых, а чего бояться? Мы боремся за свою жизнь, за своих детей, внуков, будущих. У меня пока нет. Хотим работать на своей земле, чтобы ее не защирали, и все. Спасибо вам большое за то, что приехали. И удачи нам всем. Нам тоже. Спасибо, Алексей. Ну, дело в том, что вот в данном случае не сказали, не сказали самов Ландову, что вот мы про никель-никель. А что он нам несет никель? Никель нам несет конкретно смерть. Добыча никеля несет нам смерть. Но нам обещают там рабочие места, которых мы знаем, что их не будет нам, этих рабочих мест. Там будет работать... Вы не верите уже. Мы просто знаем это. Нужны такие рабочие места. Мы просто знаем, что этого не будет. И люди там работать наши не будут. Там будут работать специалисты, квалифицированные. Эти специалисты той фирмы, которая будет разрабатывать этот никель и добывать. Этот никель нам несет смерть. То есть никель сам по себе, мы знаем, опасен, как химическое вещество, элемент. Но кроме того, при добыче никеля все знают, мальмальские, которые учились в школе, люди, детишки по химии, знают, что сопутствует мышьяк, сера и другие вредные вещества, которые будут подниматься вместе с никелем, с рудой. И при обогащении, который собирается строить ГОК, при обогащении все это будет выбраться в атмосферу. Получается, что дельцам просто наплевать на людей? На жизни людей, которые там будет, если это произойдет, погибнет величайший заповедник Хаперский, который занесен в реестры всемирных организаций ЮНЕСКО. Понимаете? Наплевать на то, что там погибнут животные, люди, земля, чернозем. Вы знаете, что у нас центральный черноземный район, это самая у нас житница. Это кормит всю страну фактически. И вместо того, чтобы это все там поддерживать, поддерживать людей, сельское хозяйство, нас хотят просто там уничтожить. Пожалуйста, вы хотите что-то сказать? Да я хотел сказать следующее. Добычники ли в центре лесоцепной зоны, нас стоят четырех черноземных регионов. Это ведет к кокоциду, к геноциду. Это нас не просто хотят, значит, хотят просто перечеркнуть нашу историю. Мы можем исчезнуть, как исчезли в свое время Хазары. Мы такой для себя судьбы не хотим. Поэтому мы категорически против всякой добычи никеля. И тем более, если бы этот никель был для нужд наших, нужд внутренних страны. Этот никель идет на продажу за рубеж. 95% 95% И планируется так. Даже вот норникель, мы все знаем, что там практически все идет за границу. Кобальт, плюс к тому же еще, стратегический тоже так же материал. И нам ничего не достанется. Получается, что страну используют просто как оккупационную зону, да? Ну, просто-напросто, они хотят, значит, извлечь выгоду, набить свои, так скажем, просто карманы. И, возможно, отсюда просто уехать, уехать, жить в лучшие страны. А мы останемся здесь у разбитого корыта и помирать. Сами дети, внуки. Самое главное – река Хапер, которая падает в Дон. Дон в Азовское и Черное море. В Европе. Да, в Европе. И это все пропадет. Шесть тысяч в глубину метров. Шестьсот, шестьсот. Шестьсот метров пытается копать шахта. И это все в Хапер. Рыба умрет. В вода уйдет вся. В Дон попадет, Дон накроется, Азов накроется и так далее, и тому подобное. То есть вы приехали протестовать против тех временщиков, которые используют... Мы хотим сказать, что в свое время к нам пришел Батый в 13 веке, в 20 веке пришел Гитлер. Но такой опасности, по-моему, еще для нас никогда не было, когда замахивается вообще на нашу природу, на наш народ, на нашу историю, на нашу жизнь. Поэтому мы очень серьезно к этому относимся. И поэтому вы здесь. Да, и в том числе поэтому. Мы дались письма президенту, он отмалчивается, игнорирует, пересылается на губернатора Воронежской области. Тот на него стрелки переводит. Но сам подписал указ о разработке, сам Владимир Путин подписал. Постановление. Постановление подписал. Он фактически продал без разрешения народу нашу землю, на которой мы трудились, и наши предки трудились веками. Вот смысл в том, что никто не хочет слышать. Далеко написаны были письма, далеко не двухсмысленные, далеко. Обращение. Да, обращение. Никто не хочет слышать. Будем надеяться, что на марше миллионов этих людей услышит вся страна и весь мир. Удачи вам, друзья. Спасибо. И приезжайте к нам почаще. Спасибо. Будем надеяться, что вы нам поможете. Еще раз, как вас зовут на камеру, чтобы мы в титрах не ошиблись. Меня Егор зовут, я из города Новоанинска, Волгоградская область. Валерий из Брисоглебска. Евгений Новохоперск. Владимир Владимирович, из города Новохоперска, Воронежской области. Олег Николаевич Урюпин, из Волгоградской области. Спасибо. Продолжение следует...